Всем привет! С вами Игорь Бакалов, автор блога BAKALOV.INFO. Этим видео я продолжаю сервер обзоров SEO-программ. Напомню, что в прошлый раз я рассказывал о программе Amazing Keywords, которая служит для создания быстрых выборок из баз ключевых слов. Если вы не смотрели то видео, обязательно посмотрите. Ну а сегодня я расскажу об еще одной программе, которая называется PINGWIN. По сути она очень похожа на Amazing Keywords, однако у этих программ есть и ряд серьезных отличий. Напомню, что основным преимуществом Amazing Keywords является очень быстрая выборка ключевых слов. При этом какой-то дополнительный функционал в программе очень скуден. В свою очередь программа PINGWIN тоже способна работать с очень большими текстовыми файлами, как заявляют разработчики вплоть до терабайта, но при этом выборки ключевых слов происходит заметно медленнее, чем из Amazing. В связи с этим я рекомендую иметь обе программы, то есть делать первоначальную выборку при помощи Amazing Keywords, а дополнительную фильтрацию производить при помощи PINGWIN. Давайте рассмотрим функционал программы. Я уже подготовил файл с ключевыми словами. Чтобы добавить его в программу необходимо нажать на иконку добавить кейворды. Файл с выборкой достаточно приличных размеров, добавлено больше 1 миллиона строк. И давайте рассмотрим какие возможности фильтрации предоставляет программа. Наиболее интересные из стандартных фильтров это ограничение длины строк по количеству слов. Например, можно поставить, чтобы выборки были запросы от 3 до 7 слов. Как правило ограничение в 7 слов ставится из-за Яндекс.Директа, так как для более длинных слов проверить частотность через Яндекс.Директ не получится. Нажмем на иконку пингвина, чтобы отфильтровать ключевые слова согласно настройкам. Из 1 миллиона 100 тысяч строк получилось отфильтровать 772 тысячи. Как видите, произошло это все достаточно быстро. Можно ограничивать длину строк по количеству символов, но лично я не вижу в этом особого большого смысла, поэтому делать этого не буду. Еще один интересный инструмент это удаление дублей и удаление неявных дублей. Единственный момент, на который хочу обратить, то что при фильтрации неявных дублей в программе Penguin вы по сути удаляете их вслепую. То есть вы не знаете, какое из ключевых слов является более популярным и удаление происходит случайным образом. В идеале необходимо проверять частотность таких фраз через Google AdWords, но учитывая большое количество слов, данной выборки, некоторыми из них можно пожертвовать. Сразу отвечу на незаданный вопрос, чем данная программа лучше кей-коллектора. Как вы могли заметить, фильтрация неявных дублей и ограничение выборок по числу слов происходит очень быстро, при том, что количество слов изначально было больше 1 миллиона. Если вы попробовали бы засунуть такое количество слов в кей-коллектор, то скорее всего программа у вас подвисла и если и выполнила бы поставленную задачу, то очень нескоро. Однако основное достоинство программы заключается не в этом, а в том, что она позволяет оперативно выполнять фильтрацию по регулярным выражениям. Те регулярки, которые вешают кей-коллектор с открытым проектом, скажем, тысяч на пятьдесят ключевых слов, в пингвине просто летают. Давайте рассмотрим, какие есть встроенные регулярные выражения для фильтрации мусорных запросов, а также я поделюсь несколькими примерами дополнительных регулярных выражений, которые позволят вам фильтровать мусор. В программе есть два поля – список слов исключений и список обязательных включений. По сути, список обязательных включений при работе в связке Amazing Keywords и Penguin нам не нужен, так как у нас уже изначально идет выбор ключевых слов с нужными вхождениями. И нам нужен, по сути, только список слов исключений, в которые мы будем задавать регулярки для фильтрации мусора и потом сохраним полученный результат. Но для наглядности, чтобы вы увидели, что именно фильтрует программа, я буду использовать наоборот эти регулярные выражения в окне обязательных включений. Например, используем встроенный фильтр «Содержит цифры». В результате мы получили выборку со строками, в которых обязательно есть цифры. «Встроенные условия» строка содержит дубль слов. Находят все строки, в которых содержатся повторы слов. Единственный недостаток данного инструмента в том, что будут найдены строки не только с повторами целых слов, которые, в принципе, являются мусорными, но также с повторами предлогов и, как вот, допустим, в примере на 42-й строке с повторами цифр. Хотя, в принципе, в том же самом кей-коллекторе функционал реализован аналогичным образом. Поскольку у меня осталось достаточно маленькое количество строк, всего 1700, я добавлю в файл еще раз и продолжим рассматривать функционал программы. «Условия» строка содержит латиницу. Находим все строки, в которых есть латинские буквы. Если вы, например, подбираете семантическое ядро для какого-нибудь информационного сайта и попросту не хотите добавлять туда слова с латиницей, то по такому фильтру можно быстро выполнить очистку. Еще раз добавим полностью все ключевые слова в программу. Небольшой технический сбой, я случайно перезаписал файл с ключевыми словами и в срочном порядке пришлось сделать еще одну выборку. Чтобы сделать все побыстрее, я не стал делать выборку максимальную, как в прошлый раз. То есть сейчас в строк получилось 260 тысяч, а было около 1 миллиона. Ну, это не так страшно, в принципе, для того, чтобы показать оставшийся функционал, этого будет достаточно. Остались нерассмотрены условия. «Строка содержит кириллицу». В принципе, показывать, что она из себя представляет, я особого смысла не вижу. И так понятно, что выбираются строки с кириллицей. А вот две последние. Интересно, это «Строка содержит URL» и «Строка содержит символы, кроме букв, цифры и знаков пунктуации». Если сейчас отфильтровать, то, к сожалению, ничего найдено не будет, поскольку у меня ключевые слова в этом плане достаточно чистые. Однако, если вы работаете, скажем, с выгрузками из Яндекс.Метрики или с нечищенными базами ключевых слов, то данные фильтры будут весьма полезны. И теперь давайте рассмотрим список полезных регулярных выражений, которые не идут по умолчанию в данной программе, но которые здорово облегчают жизнь специалисту по подбору семантического ядра. Еще раз добавим ключевые фразы. Удалим дубликаты. И давайте рассмотрим следующие регулярные выражения. Первое регулярное выражение находит все строки, которые не содержат кириллицу. В данном примере таких строк оказалось тысяча. В подавляющем большинстве случаев при работе с базами ключевых слов такие запросы являются мусорными и их можно удалять. Хотя, конечно, это достаточно спорный момент. И, в принципе, если вы считаете, что вам такие ключевые слова нужны, то данные фильтры вы можете не использовать. Повторно добавим все ключевые слова в программу. Используем функционал удалить дубли. И рассмотрим еще один интересный фильтр. Если вы помните, есть встроенный фильтр, который находит все строки, которые содержат цифры. Однако, иногда бывает надо найти не все строки с цифрами, а все строки с годами. И, например, необходимо не все года, а только переставшие быть актуальными. То есть, сейчас идет 2015 год и надо найти все строки, где год 2014, 2012, 2013 и так далее. Используем следующее регулярное выражение и нажимаем на иконку «Отфильтровать согласно настройкам». Получили почти 13 тысяч запросов с указанием года. Еще одно очень полезное регулярное выражение, которое позволяет отфильтровать строки, где идут два одиночных символа, разделенные пробелом. При помощи такого регулярного выражения удобно фильтровать запросы с содержанием фамилии авторов и их инициалами. В данном примере таких запросов оказалось около 5 тысяч. И можно посмотреть на полученные запросы. Диденко, НИ, Международная экономика, скачать бесплатно. Каспина, ТК, Лямина, экономика и УПР. Жребин, ВМ, экономика домашних хозяйств и так далее. Если пролистать вниз, то видно то, что запросы почти все идентичные. Естественно, что здесь могут быть запросы и не про фамилии. Например, могут быть конструкции «купить что-то в ГМОСКВА». То есть подразумевается, что пользователь хочет купить что-то в городе Москва. Но, как правило, таких запросов не очень много и ими зачастую можно пожертвовать. Следующее регулярное выражение используется для фильтрации ключевых слов, которые заканчиваются на предлог. В моем примере таких запросов получилось около тысячи. Что это за запросы? Производитель в рыночной экономике заинтересован в Компонент отсутствует в закрытой экономике С Анализ зависимости российской экономики О То есть своего рода неправильные запросы, которые, скорее всего, обычные пользователи никогда не запрашивают. Их точно так же можно удалить. И последний на сегодня пример регулярного выражения для фильтрации запросов Находят все строки, которые начинаются с предлога. В данном случае это предлог в предлоге О, ОП и И Всего найдено запросов 600. Опять же, некоторые запросы это инициалы, но также есть и запросы вида о гастролях театров, экономика и организации театра, о городе Санкт-Петербург, о государственном регулировании экономики. Если пролистать ниже, то будут запросы об экономике в Молдавии и тому подобное. То есть это фильтры на своего рода информационные запросы. Соответственно, для какого-нибудь коммерческого сайта такие запросы можно будет фильтровать. Скачать программу Пингвин вы можете по ссылке, которую сейчас видите на экране. Программа идет в двух редакциях, платная и бесплатная. У меня платная версия. Бесплатная, если мне не изменяет память, только отсутствует функционал удаления неявных дублей. Весь остальной функционал присутствует. На этом на сегодня все. Если вам понравился урок, не забывайте нажимать на лайки и оставлять комментарии. Если вы еще не подписались на мой YouTube канал, подписывайтесь. И заходите почитать мой блог о SEO. С вами был Игорь Бакалов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok